2022 глава государства Касым Жамар Тукаев объявил годом детей. В честь этого во дворце школьников провели торжественные мероприятия, зажигательные танцы, веселые песни и многое другое. Поздравил юных североказахстанцев и заместитель Акима области Ганин Игметов. Подробности в сюжете Дианы Салиховой. Этот танец несет энергичность и много положительных эмоций. Он объединяет народы, проживающие в республике. Этим, наверное, и задел зрителей. От выступления у них яркие впечатления. В честь открытия года детей юных североказахстанцев от имени Акима области поздравил его заместитель Ганин Игметов. Надо помнить, что дети – это наше будущее. Дети – это наше счастье. Вы будущие и достойные граждане Казахстана. Поэтому, уважаемые дети, хочу вас заверить, хочу вам сказать, что мы со своей стороны Акиматы области, городов, районов в этом году и в последующие годы и в прошлые годы уделяем, уделяем и будем уделять большое внимание вашему становлению, вашему воспитанию. Зал собрал много талантливых и активных ребят. Они показывают отличные результаты в области науки, спорта, искусства и различной общественной деятельности. Одна из них – Нурай Касым. Она защищала проект на конкурсе, где заняла третье место. У нее уже есть две медали по другим республиканским проектам. Помимо этого, девушка преуспевает и в учебе. Она отличница и обладатель гранта Оркен. В этом году мы защищали проект по секции биологии, создание ароматизаторов из обмылков. Наш проект занял третье место среди 748 учеников. Мы создали аромат благодаря обмылкам. Этот проект до этого времени было невозможно реализовать. И путем использования глицерина и спирта и настаивания мы получили отдушки, которые в дальнейшем можно будет использовать для одежды, для разной поверхности мебели. В честь года детей планируется много различных конкурсов и мероприятий. Особое внимание подрастающему поколению. Продолжился вечер с зажигательным выступлением ансамбля эстрадной песни «Айна Лайн». Диана Салихова, Азамат Бэмукан. Итоги дня.